Центр московского долголетия, наш любимый донесный стол, доник, ракетки, которые нам уже настолько надоели, что хочется поиграть с чем-то другим. Пробовали телефоном, ботинком, шахматной фигуркой, просто руками. Но сегодня мы будем пробовать играть. Владимир Михайлович Шведотов, тот самый, которого вы все хвалили, когда он играл сломанной рукой китайской хваткой с шипами. И посмотрите, что он нам показывает. Сейчас они поиграют, мы посмотрим, а потом... Надо что-то приспособиться. Приспособиться-ка. Вот, глянь, ага. Ю-ху, спокойно, ю-ху. Так, ну-ка, ставь, ю-ху. Птичь. Полный же, поставь, а он удобно, конечно. На стол поставить, Владимир Михайлович, ящик и все. Ага. Туда справа, да? Вот. Ух ты! Ё-ху. Только что мы с Сергеем обсуждали. Хват, который гарантирует нужный угол для атаки. Как его зафиксировать в мозгу, на руке, в мышцах. А сейчас мы видим устройство, которое позволяет... Этот угол контролировать с очень высокой точностью. Ну, давайте сейчас попросим, чтобы не прервались. Вы идею поняли, играет... Потом слева мы еще посмотрим, как они смогут держать. И что ты? А, видите, ошибок со стороны Владимира Михайловича меньше гораздо. Вообще нет. Слева мешает ящик играть. Слева мешает ящик играть. А что наклеено у вас на черной стороне приблизительно? Просто гладкая, обычная. Гладкая здесь и здесь. Гладкая здесь и здесь. А перевязка это разделочка и доска. Просто разделочка и доска. Пилотный проект. Да, пилотный проект. А что это такое? Теперь остановитесь, давайте мы поболтаем насчет того, что это за устройство, почему оно у вас оказалось в руках, как оно выглядит. Называется Broadman Blade. Broadman Blade. Blade. Blade, как его, лезвие, которое... Да, да, да. Вот оно, смотрите, как выглядит. Так, понимаете? Так, вот так вот положу. Сверху вырез под руку. Под углом две пластины. С одной стороны, соответственно, красная, с другой черная. А внутри три столбика, которые тоже под углом. Как вы этот угол сами подбирали под свои руки? Да, под руки. Все, то есть вы персонально авторский расчет. Туда вставляю, как раз под меня. Ага, ага. Угу. Так, я так понимаю, что это лет 15-20 назад в Америке кто-то придумал, разработал, сделал, но почему-то кануло в лету. Не популярная она стала, да? Вы не знаете историю всего этого дела? Нет, историю не знаю. Ну, конечно, обычная ракетка сильнее удар происходит. Угу. Но здесь еще слабые эти деревяшки. А, то есть на толщину основания. Да, хорошее дерево. Под это первый раз попробовать было дороговато. В общем, пилотный проект еще раз, как называется? Broadman Blade. Broadman Blade. B&B мы его будем называть. B&B. Ну и теперь посмотрим, как с левой стороны будет получаться с левой стороны будет получаться с левой стороны. Класс!